Друзья, рады вас приветствовать, желаем вам хорошего настроения. Хотим напомнить вам, что у нас в продаже появилась новая категория товара, это семена. Это для общей радости, для любителей садоводов и цветоводов. И мы запустили серию обзоров по различным категориям товара, по различным категориям семян. Мы показали уже обзор по цветущим растениям, и сегодняшний наш обзор будет посвящен овощным культурам. Мы сделали немножко нетрадиционную классификацию, а выделили несколько групп, которые входят в эту общую категорию. Начнем мы сегодня с корней плодов. Это у нас морковь, редис, свекла и редька. Морковь у нас представлена в виде фасовочных пакетов. Там простые семена разных сорта. Можете посмотреть большое разнообразие видов, разнообразие сортов. Стоимость начинается от 27 рублей. Это детская сладость, тоже очень популярный сорт моркови. Также она у нас представлена в виде гранул или драже. Драже это быстрорастворимая субстанция, которая дает определенное питание для роста семян. И третий вариант, который представлен у нас в морковь, это в виде посадочной ленты. Вот в таком вот рулончике семена собраны. И стоимость таких пакетиков 46 рублей за 8 метров посадочной ленты. Следующий вид это у нас свекла. Также она представлена в большом количестве видов. Есть плоская, круглая. Для употребления в свежем виде, например, или для долгого хранения разные виды. Далее идет редька. Редька классическая, круглая, черная, белая, различные виды. Есть редька маргелланская, 27 рублей за пакетик, 2-граммовый. А сибирская селекция, то есть адаптированная, прекрасно у нас возревает и растет. И новиночки в выращивании в огороде. Это дайкон, это разновидность редьки, которая обладает более таким сладковатым вкусом. И более азиатские такие, привносят нотки в пищу, когда используются в приготовлении. Редис очень популярна. Группа овощных корнеплодов. Очень большой популярностью пользуются, особенно в конце весны, когда ее сажают рано. Она начинается быстро, очень плодоносит, эта культура. Тоже разные есть виды, есть даже белые сорта. Осенний гигант, например, это поздняя редиска у нас. И 28 рублей она за пакетик стоит. Также есть белый зефир. Это очень необычные такие сорта, которые пользуются популярностью. И набирают тоже такой популярностью. Далее. Следующая категория у нас овощных культур. Это плодовые овощи. К ним мы определили баклажаны, перцы, помидоры и абурцы. Начнем с баклажанов. Как раз снизу, ни у вас за редисом следом находятся. Баклажаны также представлены разных абсолютно сортов, на любой вкус и цвет. Это у нас сибирская коллекция, адаптированные, аэроионированные сорта. Все популярные, любимые, разные виды. Даже есть сорта, которые предназначены для выращивания на балконе, если у вас нет дачи или сада. Это 174 рубля за пакетик. Необычные белые баклажаны среднеспелого срока созревания. Это умко баклажан. 32 рубля за пакетик. Далее. Перцы. Перцы у нас разделены на сладкие и острые. Также в верхней части вы найдете паприку. Это сладкие перчики разных абсолютно размеров. Есть и губышки, есть и обычные классические варианты от форма. Остроносые перчики. Желтые, оранжевые. Все сладкие перцы, они также пользуются популярностью. У нас прекрасно возревают, хорошо транспортируются, хорошо хранятся и используются для приготовления каких-то блюд. Острые перцы, также сейчас всеми любимые перчики. Есть сорта, которые выращиваются на балконе. Кустарниковые перчики мексиканец, например, хорошо подходят для выращивания в контейнере, например. Ну и необычные сорта. Ред черри, раннеспелый сорт, который также подходит для комнатного возделывания. Прекрасный сорт, можно выращивать в контейнере. Дальше большая категория семян. Это помидоры, томаты. Томаты тоже у нас в основном в сибирской селекции, профессиональной селекции или авторские сорта, которые прошли много испытаний, которые выделены именно по тем качествам, чтобы хорошо расти в наших непростых условиях климатических, ну и отвечать всем требованиям садоводов и соответствовать своему качеству. Различные сорта. Есть любимые сорта, бычье сердце. Это самый популярный сорт, он уже очень старый и популярный среди садоводов. Сорта черри или для выращивания, например, в контейнерном выращивании. Том красный, том желтый. 38 рублей за пакетик. И высокорослые черри. Так, сейчас мы их найдем. А, вот они как раз. Пунто. 6 пунто. Это высокорослые помидорки черри. Они немножко такую необычную форму имеют. 81 рубль за пакетик. Также они у нас разделены по срокам созревания и по способам выращивания. То есть есть грунтовые, есть пличные томаты и есть универсального назначения. Следующие плодовые овощи это агурцы. Они у нас разделены по группам пчелоопыляемых сортов и партенокорпических сортов. Пчелоопыляемые у нас сверху два стындика. Здесь 20 сортов пчелоопыляемых. Также есть авторские сорта и гибриды. Очень интересный парижский корнишон. Популярный такой сорт. 31 рубль он стоит. Длинные огурчики, которые подходят для засолки. Просто салатные сорта. И, естественно, корнишоны тоже любимые. Ниже находятся партенокорпические сорта. То есть которым не требуется опылителям, не нуждаться в каком-то дополнительном опылении. Это все гибридные сорта, которые получены путем скрещивания различных видов. И добиваются тем самым наивысших качеств сорта. Особенно стоит заметить восточные серии деликатеса. Это вот такие вот интересные, очень длинные огурчики с мягкой кожурой. Китайский император, пекинский гурман. 64 рубля, 56 соответственно они у нас стоят. Но по вкусовым качествам они очень-очень устойные овощи. И следующие категории в овощах это у нас луковые. Также у нас лук разделен на несколько видов разновидностей. Естественно, самый популярный это репчатый лук, белый репчатый лук. Сторон самый популярный сорт. 42 рубля. Это средний-поздний сорт. Это очень-очень хороший по качеству лук. Красный лук. Здесь тоже три сорта у нас представлены. Авторские коллекции. Лук, например, кармен очень сладкий. И дальше идет у нас лук батон, зелень, перьевой лук, лук порей. Тоже можно для себя что-то подобрать. Они все подобраны по вкусовым качествам, выбраны. Хорошо у нас возревают и используют как многолетний будет лук. Интересный лук. Тоже такая необычная разновидность. Это шнит-лук. Гаист. Вот такой вот сорт. Многолетний. Очень такой остренький, необычный, пряный лучок. И даже хочу показать вам из того, что у нас есть. Это вообще экзотика у нас. Это лук черемша или колба, ее по-другому называют. Лесные витамины. На вашем огороде. 53 рубля за пакетик. Можно дома попробовать его сделать. Даже вот такой необычный лучок. На этом наш обзор завершен. Спасибо, что посмотрели нас. И ждите нас в следующих обзорах.